Всемирный экономический форум в Давосе. Что же там интересного и чем запомнились Circle и Ripple, которые были там и там выступали. Также сегодня мы в принципе затронем тему будущего Ripple в 2023 году и какие вообще у нас есть обновления судебного отдела Ripple на сегодняшний день. Что касается Ripple, то токен XRP у нас торгуется около 41 цента. Он прошел психологический барьер свыше 40 центов и сейчас торгуется выше. Соответственно следующая цель на графике здесь четко показывает, что мы можем в принципе с вами рассчитывать на 47 центов и соответственно пока что это ближайшая цель, которую я вижу. Да, действительно токен XRP может сходить и дальше, но только после того, как закрепится свыше 53 центов и таким образом сможет продолжить Rally. Закрепиться ему нужно на недельном таймфрейме, чтобы это продолжить и тем самым он будет торговаться выше 0,50 и 0,02 мувингов. Что будет говорить о том, что все-таки бычье настроение у этой криптовалюты есть. Что касается того, что у нас было в Davos, в Davos было много чего интересного, но Ripple это непосредственно монета, которая имеет ценность и они выступали в Davos. Что запомнилось это то, что здесь Ripple и Circle, они занимающиеся стабильной монетой, именно Circle и USDC, они подчеркнули важность использования решений систем, которые создают ощутимую полезность и ценность. Ну, например, это как Виталий Бутерин, который ранее еще, по-моему, в 2019 году заявлял, что если бы я мог купить за Bitcoin Cash пойти в магазин что-то, какие-то продукты, то его ценность была бы сверхвысокой и таким образом монета была бы просто успешной. И, конечно же, здесь мы вот видим, что действительно они в принципе заявляют о том, чтобы это было ценно и чтобы это было применимо, чтобы было юзабилити у криптовалюты и у того же USDC. Ну и Circle и Ripple имели представление о более широком обсуждении криптовалют и блокчейнов в Davos с высоты птичьего полета, учитывая их участие вне конференции Wi-Fi в множестве мероприятий, посвященных криптографии, таких как Blockchain Hub Davos и Blockchain Central GBBC. Ну и, соответственно, что также здесь стоит отметить, что были обсуждены темы самого Ripple, но в целом, что здесь было подчеркнуто, что Ripple продолжает развитие и то, что им в принципе нужно в ближайшее время, это победить в суде. Ну это ключевое, почему в принципе компания может стать успешной и почему в принципе криптоиндустрия может быть отчасти уже зарегулирована, потому что если, например, будет победа Ripple, то таким образом, ну скажем так, SEC будет придираться меньше к криптовалютам, возможно, может и выборочно придираться. А вот если Ripple проиграет, то SEC абсолютно любую криптовалюту сможет уничтожить и сделать это будет довольно-таки легко, потому что Ripple это крупная криптовалюта, которая находится довольно-таки долго на рынке криптовалют, существует она с момента появления почти биткоина, да, и, соответственно, мы видим, что это старожилый рынок криптовалют, который находится уже долго в топ-10 криптовалют. Поэтому стоит отметить, что действительно вот то самое решение по SEC и Ripple, оно будет ключевым в рамках регулирования и те, кто думает, что зарегулировать криптовалюты это вот просто по щелчку пальца, нет, нужен прецедент, а прецедент есть, это дело Ripple против SEC и в принципе статус криптовалют, например, в Америке, что это такое, да, и с чем это едят. Также глава Ripple в Азиатско-Тихоокеанском регионе подчеркнул, что по его убеждению достигнут прогресса с точки зрения диалога и понимания криптографии, учитывая, что количество панелей в рамках мероприятия увеличилось с двух сессий в 2022 году до 2023 году. И, соответственно, он заявил, что если вы думаете о двух параллельных направлениях, индустрия продвигает повестку дня снаружи на улице Далласа в регионе, а затем о том, что происходит внутри. Это проникновение в течение времени, почему это важно, почему регулирующие органы и банки должны говорить об этом и почему это должна быть более широкая тема, чем просто то, что происходит в ночном баре здесь или на панели там вдоль набережная. И, соответственно, также все-таки вопрос о том, должны ли быть больше представлены крипто-блокчейн-экосистемы внутри VFI является более сложным вопросом. И здесь, соответственно, тема с широким охватом за пределы крипто-экосистемы нуждается в более широком представлении с проектами, протоколами, инструментами, которые предлагают ценность понимания неприятных глобальных проблем. Ну, то есть, здесь все склоняется к тому, что нужна ценность, нужна юзабилити, нужно понимание. И также для Ripple это трансроничные платежи и предоставление ликвидности. Другие сторонники криптографии ведут разговоры о CBDC на основе блокчины и инициативах по углеродным кредитам. Вот, что, в принципе, интересно и что обсуждали в Далласе с точки зрения того, что вообще там было. А что касается, в принципе, Ripple, XRP, токена, его статуса, то, если мы будем смотреть, то FinCEN, она не считает XRP ценной бумагой. Министерство юстиции не считает XRP ценной бумагой. CFTC, главное, то, что не считает XRP ценной бумагой. Ну, а только SEC под руководством Герри Бенслера считает XRP ценной бумагой. Это вот те ключевые фигуры, которые, в принципе, здесь представлены, которые не считают XRP ценной бумагой. Это отчасти даже сторонники Ripple. Что также стоит отметить, то, что за последнее время стала известна такая штука, то, что криптокомпании, стремящиеся стать публичными в США, они обнаруживают, что процесс проверки со стороны SEC становится все более длительным и иногда ограничиваясь почти 100 вопросами. И это о чем говорит? Это говорит о том, что правительство должно побеждать и обедать в таких компаниях, как Ripple, чтобы заставить их остаться в США, чтобы обеспечить рабочие места и добавить в экономику. Вместо этого Герри Бенслер пытается запустить их в офшоры. На кого на самом деле работает этот парень, непонятно. Может быть, стоит спросить Сороса. Что касается, значит, интересно, то, что сегодня мы видим, что более 30 национальных платежных систем планируют перейти на ICO 222 в 2022 году, а 80 будут запущены к концу периода существования в ноябре 2025 года. И XRP, ICO 222 будет сидеть на этом троне. И это будет центр мировой экономики. Дальше мы видим XDC, HBR и, соответственно, те криптовалюты, которые подпадают под критерии ICO 222. Что касается графика, то если мы посмотрим XRP и ETH, то на недельном таймфрейме вывестуется такая картина, что мы можем резко пойти наверх. И, соответственно, это если случится, то мы можем вырасти к ETH на 142%. Это при условии, что ETH будет либо ставить на месте, либо падать, а XRP, естественно, расти. Поэтому вот такие дела. Подводя итоги, можно сказать, что здесь мы все-таки выяснили, что в Davos Ripple обсуждали юзабилити, обсуждали применимость. Это понятно. И немаловажно то, что необходимо это обновление и уже, в принципе, окончание судебного разбирательства между Ripple. И сейчас статус между Ripple и SEC, он такой то, что они вступили в решающую стадию, поскольку обе стороны ожидают даты окончательного решения, которое пока что остается неопределенной. Да, Брэд Гайнхаус заявлял, что это все-таки первый квартал 2023 года, или март, весна 2023 года. Но пока что мы видим, что нету точной даты. И, возможно, это пока что его только там, возможно, додумки, предпосылки и не более того. Официальной даты пока что, к сожалению, окончания этого дела нету. Всем до сих пор, пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok